Дамы и господа, всем здрасте! С вами снова Константин Калуцкий и мы продолжаем наш разговор об английском футболе, где Манчестер Сити продолжает издеваться над Челси и их главным тренером Поттером. Вообще, знаете, у меня все больше складывается ощущение, что в ближайшее время Поттер будет уволен, или, так скажем, отчислен из своего футбольного Хогвартса. Потому что в последнее время Челси, ну, просто плох, откровенно плох, команда периодически показывает зубы, показывает неплохие какие-то отрезки, но потом, как только попадается серьезный соперник, или как только матч складывается неудачно, так сразу становится ясно, что команда просто не способна переламывать ход встречи, не способна плыть против течения, зато научилась отгребать по полной программе. И вот, пожалуйста, Сити сперва разделался с Челси в Кубком Лиги, и там, в общем-то, счет был 2-0 в Кубке Лиги. Казалось бы, не такой крупный результат, но по игре все плюс-минус было понятно, а вот в Кубке Англии здесь, ну, как бы это сказать, помягче. Ну, во-первых, все стало понятно уже в первом тайме, когда за минут 10-15 было забито 3 мяча, и фактически Сити оформил уже результат этой встречи. Ну, куда важнее, это та безнадега, которая буквально чувствовалась от игры Челси. Только вдумайтесь, команда за первый тайм Челси не нанесла ни одного удара. Вообще. Во втором тайме первый более-менее опасный момент произошел ближе к середине этого самого второго тайма. То есть здесь, ну, что называется, без шансов и фактически на классе. Есть ощущение, что сейчас Сити, даже в том составе, который вышел на эту встречу, это далеко не оптимальный состав. Сити просто, ну, сильнее своего соперника на подавляющем большинстве позиций. А если прибавить к этому то, что Поттер явно поплыл как тренер, и команда играет просто отвратительно, безидейно, нету никакой мысли такой понятной тренерской, то здесь, ну, вот просто вот разные галактики. У Сити и состав сильнее, и тренер понятный футбол выстраивает, и вообще у них все отлично. А Челси ужасно на футбольном поле, за пределами футбольного поля у них куча травм, там 10-11 разные варианты есть сейчас, сколько отсутствующих футболистов по разным подсчетам, и тренер, который явно потерял нить сюжета. В общем, давайте обсудим эту встречу поподробнее и обсудим поражение Челси. Но сперва хотел напомнить вам, что наш спонсор – компания Балтбет, который предлагает вам специальную акцию. Вы можете выиграть 2,5 тысячи, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Балтбет, а также ввести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии. Вы получите три бесплатные ставки, три фрибета, по каждому можете взять 2,5 тысячи рублей. Дерзайте, отличный подгон в наши кризисные времена. Ну а мы переходим к стартовым обоймам, и давайте пробежимся, пожалуй, по Сити. Итак, Артега на воротах. Ну, тут понятно, матч-кубка, самое время дать шанс одному из резервных голкиперов. На флангах обороны Уолкер и Гомес, в центре Аканжи и Лапорт. Опять же, очень много экспериментов. Тот же самый Гомес. Не самый уже, знаете, подходящий вариант для стартового состава, может, на старте. Этого сезона многие считали, что он будет основным. Но сейчас это уже не номер один на своей позиции, уж точно. Аканжи и Лапорт тоже не самая оптимальная, наверное, связка центральных. Уолкер, ну, уже ветеран на своей позиции в центре поля. Тут уже побольше основных футболистов. Тут и Родриго, и Фоден вместе с Палмером. Да, Палмер это футболист молодой, перспективный. Но вот Фоден и Родриго, да. Это ведущие звенья полузащиты. Ну и впереди. Морес, Бернардо Силва и Альварес. Опять же, нужно здесь отметить, что нету в стартовом составе Холланда, но, простите, когда его заменяет Альварес, основной нападающий чемпионов мира, ну, какие здесь могут быть разговоры касательно класса исполнителя. Это тоже великолепный форвард. И даже в отсутствии Дебройна, Гюндагана и целого ряда других ведущих игроков, той же самой полузащиты, все равно, тут, понимаете, состав такой сумасшедший, что даже проводя ротацию, Гвардиола все равно имеет великолепную обойму. И тот же самый Бернардо, вот, например, он не самый основной игрок в этом сезоне, периодически остается на скамейке. Но вот, пожалуйста, выходит, тоже показывает класс. Поэтому здесь, ну, не то чтобы в защиту Поттера, но все-таки Сити в плане обоймы, в плане глубины, конечно, превосходит своего соперника и превосходит существенно. И тот состав, который вышел в этом матче у Сити, он, конечно, был гораздо класснее того, что у Челси. Потому что Челси тоже, во-первых, провел ротацию, во-вторых, у них очень много травмированных игроков. В результате состав получился, ну, вот таким вот. Сейчас расскажу каким. Кепа наоборот. Ну, ладно, это как раз не проблема. Так, мне кажется, что, когда выйдет Минди и наберет форму, вполне возможно, Кепа останется основной. Потому что Минди как-то плохо в последнее время. В защите. Чалоба, Ханфрис, Кулебали и Холл. Ну, кроме Кулебали, основных защитников, де-факто, нет. В опорке появился Жоржини. К сожалению, вот, редкий случай. Основной футболист вышел здесь. Ковачич и Маунт в полузащите. Ну, в принципе, тройка боеспособной. Можно сказать, основная. Ну, и впереди Галлахер, Зиеш и Хаверц. Ну, Хаверц, опять же, основной. Двое других в группе поддержки. Не самые ведущие исполнители. Но, повторяю, сейчас, когда у команды очень много потерянных игроков из-за травм, приходится вот так вот импровизировать. В том числе и в плане стартового состава. И что мы в итоге увидели от этого очень разношортного состава Челси? Да ничего. По факту, здесь на поле была просто одна команда. И да, во втором тайме, в том числе за счет замен, со скамейки появились Закария, Фафана, Спеликоэта, то есть опытные исполнители, уже такие проверенные бойцы, как тот же самый Сесар, Фафана, которому пора уже отрабатывать 80 миллионов в него вложенных. Вот они появились во втором тайме. Состав стал уже ближе, так скажем, к боеспособному. И Челси начал показывать хоть что-то. Вот с этими, в том числе, новыми игроками, вышедшими со скамейки. Но если говорить о стартовой раскладке, то вот этот состав вообще ни черта не показал. На футбольном поле и Сити полностью доминировал. Сити владел мячом больше, как и ожидалось, но не могу сказать, что это было прям тотальное доминирование. 60 на 40 был расклад по ходу этой встречи. И здесь, да, преимущество есть, но, повторяю, Сити не зацикливался на контроле мяча. И Сити работал очень конкретно. Очень конкретно и по делу. То есть в том же самом первом тайме, где Челси нихрена не нанес ни одного удара, там же у Сити 7 ударов и 6 попаданий в створ. И, понимаете, это фантастическая эффективность. Сити в первую очередь в этой встрече играл на классе. Вот как бы жутко это не звучало для фанатов Челси, но Сити раскатал их просто на классе. Сити не тратил слишком много сил. Сити работал именно в тех эпизодах, когда нужно было решить исход встречи. Поэтому они и забили три мяча практически подряд. И в этих голешниках особо не потратили сил тоже, опять же. То есть первый гол Мореса штрафнул. Второй гол ошибка Хаверца сыграл рукой пенальти, Альверс забивает. Ну, третий гол, да, с игры молотки там Фоден забил. А в остальном, то есть сплошные стандарты. Пенальти, как и Морес, который забил четвертый с пенальти, штрафные. То есть Сити как-то вот издевательски, непринужденно забивался эти мячи. И при этом издевательски, непринужденно раскатывал оборону соперника. Кто-то скажет, мол, ну повезло, там несколько ошибок Челси. И, пожалуйста, два пенальти ворота Челси. Штраф, ну и который Морес использовал великолепно. То есть Челси своими ошибками, своими фолами, сами себе фактически аристократы привозили эти опасные моменты. Но с другой стороны, понимаете, ошибается команда только тогда, когда находится под максимальным напряжением. Нужно создать такое напряжение, чтобы футболисты Челси ошибались. Чтобы Хаверт сыграл рукой в своей штрафной. Чтобы в еще одном моменте из первого тайма, когда Сити, кстати, не забил мяч, Челси не мог нормально вывести мяч из своей штрафной. Он метался. И там, опять же, Сити должен был забивать в этой суматохе у ворот Челси. Понять, именно натиск Сити в определенных моментах матча создавал такое напряжение у ворот Челси. Сити не включался на 100% по ходу большей части игры, но моментами они включали скорости. И вот в этих моментах Челси откровенно плыл. Тут, наверное, все-таки ошибочка была с выбором защитников. Слишком много резервистов, слишком много откровенно неопытных ребят. И то, что со скамейки, понимаете, начали выходить, там, не знаю, Аспеликуэта тот же самый, для того, чтобы наладить хоть как-то игру в обороне, это не случайно. Потому что там царил полнейший хаос. И, повторяю, как только, как только немножко давили соперника монкунянцы, так сразу все сыпалось у ворот Челси. При этом нужно еще похвалить Кепу, если бы не он, пропустили бы, скорее всего, синие еще больше. О чем это говорит? О том, что у Челси нету системности. Сити раскатывал соперника по всем фронтам. По центру, вот, пожалуйста, великолепные комбинации, великолепные перепасовки. По флангам, вот, пожалуйста, Волкер и Серхи, казалось бы, не основные крайние защитники, но подключаются вперед, обыгрываются с партнерами, создают моменты, и голевое пас у Волкера, и неплохие подключения Серхи, и так далее. И Челси, ну, превратился просто в грушу для битья. Как я уже сказал, во втором тайме они немножко стабилизировали ситуацию. С другой стороны, у меня есть ощущение, что Сити просто еще и по воде немножко приспустил, потому что какой смысл прям громить своего соперника? Какой смысл? Вы и так уже первый тайм 3-0 взяли. Победа у вас в кармане. Поэтому Сити во второй половине встречи, ну, они уже так расслаблены, игрались совсем уж расслаблены. Они и в первом тайме не утруждались, а второй тайм это вообще издевательство. И по факту, я не знаю, когда я последний раз видел настолько беспомощные Челси. Я видел провалы Челси, когда хорошая команда, ну, там, проваливалась, допустим, не забивала свои моменты, у своих ворот, там, проваливалась защита и пропускала, там, с двух моментов два пропущенных мяча. Такие ситуации были. Когда, условно говоря, Челси играл неплохо, ну, вот из-за индивидуальных ошибок проваливала отдельно взятую встречу. Ну, была видна система, было видно, что команда способна играть лучше. Сейчас мы увидели, что против такой команды, как Сити, нынешний Челси, тем более в этом составе, не способен, в принципе, показать ничего большего. Если бы Сити хотел забить 10 мячей в этой встрече, они бы забили. Просто команда, ну, называя вещи своими именами, играла в эконом-режиме и таким образом добилась убедительной победы на классе еще и с крупным счетом.